Пожилая бабушка приходит на прием к врачу и говорит, доктор, помогите, у меня проблемы с памятью. Доктор обращается к ней, ну расскажите подробнее, в чем стоят ваши проблемы. Какие проблемы? Ну проблемы с памятью. Какие проблемы с памятью? Многие из вас переживали моменты, когда не могут вспомнить то, что они учили. Каким образом можно память улучшить и возможно ли это в принципе? Ответ на это положительный. Действительно, память можно улучшить, но сначала давайте поговорить о том, что является нормой по отношению к памяти. Какие показатели можно считать нормальными? Итак, психологи говорят, что запоминание восьмидесятичных знаков, семи букв, которые расположены не в логическом порядке, 4-5 цифр и 5 синонимов являются нормой. Как правило, никакой перегрузки в этом случае не возникает. То есть, если вы делаете это легко, ваша память нормальна. Но тем не менее, в процессе обучения требуется освоение большого количества информации и запоминания. Поэтому поговорим о том, как эту память можно улучшить. Принципиально есть два подхода к улучшению памяти. Физический и химический. Физический говорит о том, что воздействие электрических токов или узконаправленного электро- ультрафиолетового облучения оказывает воздействие и память улучшает. Но навряд ли вы будете использовать в вашей студенческой деятельности. Тем не менее, что-то из химического способа мы можем использовать. Известно, что есть вещества, которые стимулируют мозговую деятельность. Вы часто их используете в каждодневном жизни. Это прежде всего кофеин, который мы употребляем через чай или кофе. Стрихнин тоже является веществом, которое стимулирует мозговую деятельность, как и ряд других веществ. Что происходит? При активизации работы нервных окончаний все процессы начинают работать гораздо более эффективно. Поэтому, если вы устали, если вы учите и готовитесь к экзаменам, выпить чашку-другую чай или кофе, является вполне хорошим способом химического воздействия на вашу память. Кроме способов, связанных с физикой и с химией, есть способы, которые улучшают работу непосредственно самого механизма памяти. Это те условия, которые мы создаем для того, чтобы срабатывали естественно заложенные процессы, которые помогают нам запоминать. Давайте поговорим о них более подробно. Первое, что рекомендуют психологи, это что обучение должно вестись не подряд, не за один присест. Чем более распределенной будет нагрузка по заучиванию какого-то материала, тем легче оно будет заучено. Как правило, стратегия обучения в последнюю ночь не является наиболее эффективной. Но если вы распределяете информацию на определенные куски и даете достаточно времени для того, чтобы проговорить ее несколько раз, тогда механизм запоминания срабатывает хорошо. Следующей рекомендацией психологов является чередование пассивного и активного запоминания. Иными словами, вы можете выслушивать какую-то информацию, а в следующей фазе вашей подготовки вы можете ее проговаривать или рассказывать кому-то из друзей. Это чередование создает оптимальные условия для того, чтобы информация была переведена в нашу долговременную память. Использование различных мнемотехнических приемов или приемов, которые позволяют активизировать ассоциативные связи между тем, что вы уже знаете, также помогает усвоению и развитию памяти. Всем вам известна фраза «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Эта фраза и есть идеальный мнемотехнический прием, который помогает нам запомнить цвета радуги. Использование такого рода приемов облегчает запоминания и выстраивает их в ту структуру, которая естественным образом усваивается и кодируется в нашей долговременной памяти. Следующей рекомендацией может служить разнообразие или избегание монотонности в том, что вы запоминаете. Мы уже говорили, что эмоции влияют на то, каким образом информация ваша усваивается. Создание разнообразных эмоциональных впечатлений от того, что вы делаете, может создать необходимый объем, чтобы эта информация была вами заполнена. Например, вы не только учите определенные исторические факты, но вы смотрите какой-то фильм, связанный с этим. Вы прослушиваете песни, которые были характерны для этого периода. Все это создает гамму эмоциональных впечатлений, воспринимаемых через различные органы чувств, которые помогают этой информации хорошо усвоиться. Следующей окончательной рекомендацией, которую мы будем здесь разбирать, является соблюдение режима сна. Психологи установили, что после запоминания нормальный период сна увеличивает запоминание практически в два раза. Проводились эксперименты, когда человеку не давали засыпать, держали его все время в состоянии засыпания. Когда после этого были заданы вопросы относительно материала, который он учил, оказалось, что информация не была ему усвоена. Поэтому очень важно соблюдать режим дня, как мы уже говорили. Важно хранить ваш сон, чтобы организм мог отдыхать. Следите за своим сном, потому что во время сна информация, которую вы запоминаете в чтении дня, эффективно усваивается. Итак, память, как и другие процессы человека, может быть улучшена через определенные упражнения. Поэтому использование их и сохранение памяти в рабочем состоянии, когда она постоянно обрабатывает, усваивает и воспроизводит новую информацию, поможет вам быть активным и успешным в вашей учебе.